всем здорова ребят сегодня у нас дуэлька давненько я не видел эту карту северные холмы называется если вы вдруг захотите поиграть здесь прямо очень долго можно пиздиться за гондор играет моисей и за гондор играет шах зеркала но спасибо что хоть не лорин барак на двух фермах ставит моисей а шах играет хобота хобот бежит по ходу крепить тролля возможно это будут долом роты или долом рот четвертый стать мне больше нравится раскачка шаха хотя а тут уж хоббит может он просто в криппинг очень сильно хочет играть но мало ферм ставить на такой большой карте не очень имеет смысл к нет он мечниками будет начинать интересно хоббит работает так мечники пробежали а шах отправляет h2 отряда тут уже второй барак у шаха хватает и задефаться по идее он может что-то снести да тактика моисея похуже хобот работает здесь хобот практически уже заработал 500 рублей ну-ка оп мечники добежали минус ферма важное возможно минус рабочий на это не точно моисей не реагирует совершенно теряет рабочего уводит хоббита шах своего забыл пацана но проснулся и забирает деньги лучники тут ждут чего-то он смог задефать там у него прям все супер хорошо у него 270 очков командования 340 у моисея нет ста верный будет 370 ровно одну ферму выигрывает шах и все но в принципе не так уж и важно мы готовы солдаты будьте готовы к бою и тут можно посражаться кстати не знаю почему он решил ошибочка а моисей подрубил свою стенку счетов не стоит пренебрегать этой обилкой благодаря ей гондорцы о врубил врубил гондорцы имеют велью больше чем стоят намного я бы сказал что они где-то 350 стоит монет они 250 за счет обилки разумеется это не всегда так работает ну то есть когда у вас толпа лучников типа пофиг против вас то есть но если мечники на мечники то гондорцы выигрывают очень часто таких же по стоимости например харадские челы которые тоже 250 гондорцы выигрывают легко вот зря я надеялся надо ламбрад походу шах решил не подводить подкрепление сюда но закрепил варгов маисей закрепил пауков забрал сигналку ну и варгов щас или он просто мимо пробегает тут походу мимо до хоббит видимо пойдет харасить хоббит этот ныкается но этот хоббит помог ему в бою этот пока что только деньги заработал если сравнивать вклад в победу обоих хоббитов то хоббит шаха пока что меньше сделаем халява один отряд мечников забирает шах легко но правда отдает варчант а я за кем смотрел а у моисея тоже в кд надо забрать сигналку и забрать крип нападать нет смысла потому что всего один отряд копейщиков большой риск гондоры обычно любят стартовать в каву ну или просто выходить в каву рано не знаю что сейчас сделаю возможно он перечит перепутал лучников и мечников и поэтому сюда их отправил но эту ферму кажется он снесет видим что шах сделал апгрейд и ставит фонданчик ферму он задефал много войск подводит моисей сейчас можно на халяве забрать копейщиков но шах успел поражать оборонку и пытается отступить что правильно так конница настигает хоббита и технически теперь хоббит больший вклад сделал потому что шах сдает что там конница это хорошо для него ему нужно в чуть чуть больше копейщиков подстроить технически конечно у него два отряда там один отряд конница то есть больше ему не нужно но это только технически на самом деле моисей за фоксит копья в первую очередь и конница проедется ну и плюс конница она как белые грибы там где одна там и вторая обычно ну или как торчки героиню и нельзя копья отправлять вот я же говорил я же говорил он не подстроил он ой блин но шах что называется слакает хотя он за фоксил конницу так как у него много лучников ему повезло но сейчас ему лучше не сражаться здесь хотя ну типа моисей вообще я вижу любитель халявы он у него вообще ни копейщиков не мечников нет и да вот зря зря он приехал час конницы возможно это специально сделано чтобы отвлечь подольше шаха чтобы эти челы могли дальше стрелять то же самое сейчас делает призыв южных провинций а у шаха есть такое же куда у него кидает чё не ожидал не понимаю зачем он там в итоге он проигрывает стычку на базе можно было в спину закинуть свои южные он так сильно крип что ли захотел закинул бы в спину сюда и выиграл бы стычку в принципе ну или заставил до отступить противника конницу он не делает но он конечно рискнул в деньги играть я сомневаюсь что до моисей до сих пор не сделал апгрейд и это в принципе правильно типа рынок слишком ранний но у шаха все было бы хорошо с такой тактикой конница нужно определенно карта слишком большая нужно ее чем-то контролировать не заметил можно было забрать легко тут небольшие проблемы шах пытается в спину пострелять пока противник занят фермами все мы все отступает ворчан был сдан но в принципе отбился отвлек еще здесь нужно сохранить этих ребят кажется что не стоит их отдавать просто потому что южные провинции моисея неплохо так помогли ему в бою южные провинции шаха что сделали забрали крип и кажется там какой-то отряд был они убили ну такое себе в принципе чем он их спас все четыре отряда живы но не целы очень сильно покалечены видим хилку странное решение возможно он хочет побыстрее напасть то есть пойти в контратаку и сейчас хилку прожмет чтобы поднять войска но в целом хилку я бы советовал брать только если вы в бар мира играете фастборнера типа не просто в ладно в бар мира войны без вар мир слишком ценен чтобы не брать для него хилочку круче это очень странно ну ладно может быть там что-то заказанное не брать так моисея 7 очков конница восстановилась у него а они оба уже сделали дэнаторов лол что тут ранний дэнатор у него по сути уже все обилки есть неплохо красавчик шах только сделал нет походу я только 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 услышал обилку проезанную о нифига фаст гендальф вот зачем он хилку взял но флаг логично теперь все понятно стало без иронии говорю правильно конечно я обычно не советую играть в героя за 3 500 или 4 к побыстрее но у гендальфа есть одно преимущество он серый его сложно запалить только надо шаху было сначала закучковаться вокруг него вот как он сейчас делает мне кажется увидел моисей здесь очень велики шансы на то что противник не заметит гендальфа и тот сумеет сделать wizard blast а после чего он как минимум 2 лава возьмет у него будет главный ринг который стреляет издалека и все как бы более-менее в безопасности у вас будет сожалению главный ринг откатывается медленно не так быстро как у сурмана фаербол но зато он может мощнее может больше народу убить и чем а чем фаербол как то нужно драться сейчас шах давайте что а он решил не рисковать и я не понимаю все все пошел пошел ай слишком нет обкекался то как сильно южные помогали ой отменил его начали фокусить он испугался и гландринг в кд ушел хилку отдал но почти всю армию потерял нужно конница там до сих пор нет копейщиков при этом конница моисея харасит очень даже неплох вар мир вышел ох ну моисей доминирует помянем гену и по сути тут домой уже никто не вернется забавно 4000 но технически 3 600 3 600 было потрачено можно было сделать стоило и 3 отряда конницы это было бы сколько 1800 ведь 2400 то есть в кармане 1200 бы еще осталось который можно было бы потратить на не знаю на гроб моисею нифига нет вообще единственные копеечки это южные провинции всех бы задавил нафиг выигрывал бы по прокачке сильно после этого но что меня больше удивляет кстати рабочую над спасти да ладно это что меня больше удивляет так это то что у шаха ни одного отряда копейщиков при том что по его базе ездит конница и сносит ему экономику она буквально в двух шагах моисей испугался по ходу вот этих копейщиков и уехал хотя ну ладно он сейчас целую пачку вы не сможет быть он думает что он и так потащит ну у шаха не скоро будет 3 тир разве что он резко что-то придумает а вот у моисея скорее всего еще и призраки появятся ему бы попытаться барак еще снести пока эти пацаны не исчезли какое зло ты накликал на а нифига себе близнецы чуть барами ранее поимели вот почему он этими не управлял так гендальф появился то есть шах все еще хочет потащить за счет деда ну если в этот раз он не отменит гландринг то он может качнуться хотя бы до 5 левела и закучкованных лучников покоцать моисей построил берегон до у него есть прокаченный фармер где-то я его видел он он был может быть он спрятался между этими мужиками где-то вот ну короче он у него есть качнет берегон до а вон форме вообще на базе остался ну стрела есть лидерка есть как бы чаще надо качнет этого типа и можно будет убивать гендальфа что боится нападать нельзя сражаться этими ребятами с этими берегон до конечно они убьют но он просто отойдет нельзя видеть ни в коем случае помним что у шаха нет антистраха и даже если он сейчас вытащит из задницы фармера его еще предстоит прокачать поэтому бора мира нельзя видеть ни в коем случае ну и то же самое моисею стоит стоит об этом подумать потому что ему еще два левел до антистраха то есть если сейчас бормер качает 3 лаву то скорее всего гендальф может целую пачку убить если не всю армию ну хорошо что он раскачет раскучка вался но большую часть может убить все равно гендальф подходит в наглую его все фокусит есть у него хилка снова есть нужные нет хилки но пососал ему уже нельзя подходить иначе он сдохнет а копейщиков нет поэтому конница давит копейщиков тоже нет одни лучники бормер качнулся но там тамара хотел сказать ирагорн фарами хилку сдал успеет ли ну-ка 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 ну мог бы чуть ближе подойти но я понимаю почему он так поступил он боялся что не успеет что они выйдут из страха и нужно гландринг заюзать только чуть-чуть отойти и вот интересно почему шах не строит конницу ты его качнулся уже так есть серая компания нет конницы мы готовы мы готовы ждите своего часа солдаты наверняка вы в комментариях под роликом будет какая-то офигенная причина почему шах не строит конец но пока что я не могу ее придумать так вызывается серая компания мне кажется вызывать нужно сзади не прописываться и можно гландрингом сейчас пошел очень много лучников а он решил покоцать мертвецов но прикольно то что мертвецы основной пачку не убивали но сейчас они ее убьют не знаю что сказать как бы было два варианта можно было убить много-много лучников напоминаю гландринг бьет сплэшом если вдруг кто забыл и потерять свою армию либо убить часть мертвецов и потерять свою армию ну то есть момент с потерять свою армию шах правильно понял а вот момент с убиванием немножко неправильно ждите но это не главное главное то что у моисея до сих пор нет копейщиков ни одного пожалуйста где стоило где эко секунда шах 4600 где рабочие где эко где конница нихера не строится заказал рабочего только гендель вздох пиздец он выигрывает одни минут шах ой о пардон моисей даже не выдержал и построил отряд копейщиков вот так вот мы готовы охренеть любом минус берегон это неплохо а за измену флаг дал снова конец поехал угадайте у кого нет копейщиков угадайте у кого антистрах так он четвертый третий третий барак строит но не но не конницу пиздец я давно такую боль не испытывал почему а а а а Та-дам-ли. 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 Седьмой уровень. Ну вот сейчас Гламдринг не очень хорошо зайдет, потому что войска раскучкованы. Но, в принципе, почему бы и нет, восьмой левел можно качать дальше его. Так, дед пытается спастись. Кстати, мне недавно подписчик интересную мысль высказал по поводу стоек. Значит, если, когда вы бьете юнитов в спину, они получают больше урона, потому что их броня не работает. Это так. То получается, что убегать на оборонке не имеет никакого смысла. Ведь она не работает. Ну, оборонка дает бонус брони, а броня не работает. Значит, прожимать оборонку бессмысленно, если вы убегаете героем. Мне интересно, что вы думаете по этому поводу. Как бы, по идее, это так, но... Ждите своего часа, солдаты! Может, я себя обманываю, но мне кажется, что герой становится толще, если убегает на оборонке. Может быть, со стойками не работает этот момент, или же... Или с героями как-то по-другому работает. В общем, очень странно, непонятно. Но звучит логично то, что, типа, оборонка при убегании не нужна. Конницу хочет байтить, или что он пытается делать? Он начал эко строить, окей. Я не понимаю, что делать. А, он решил в три бушеты выйти. Он, видимо, думал, что он настолько сильно выигрывает, что можно забоямить таранами. Я знаю, что каждый раз, когда я говорю тараны, а не тараны, кого-то передергивает. Но мне жутко не нравится, как звучит тараны. Поэтому... Тараны. Или я сам себе заботал... Ну, не суть. Короче, шаху надо нападать. Если он сейчас ульт качнет, Гене, то он в шоколаде. мертвецов убьет следующий раз нельзя копейщиков от туалет в атаку ну-ка твизор не к зачем 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 ты же буквально возле них стоишь бро ну а как же гендер а как же в волшебство дружба магия окей подкрепление успеет уйти по идее вражеский гендальф похоже что тоже успеет уйти но бормера наверное полезнее будет убить чем гендальфа а нет хилку стали зря зря отступил может быть смог бы его отбросить если бы еще пару раз ударил все шаг сдается хотя надо было дальше бежать давить можно взять сейчас лес и стан и в следующем сражении использовать все флаги за грейдил молодец миссии забыл отменить обрушает что у моисе этим леди скоро будут призвать и он провтыкал забрать сигналку он чилит он ничего не не делает уже карту не пытается контролить а хули он же них лучников до этого строил зачем ему париться вот но в принципе гендальфа попытаться серой компании убить он может то обе его вышки кста до вышки эти неприятные они кажутся слабыми но у них быстрый кд и они очень приличный урон вливают по героям если вы конечно пальчиками контролите и кликаете специально чтобы вот ладно давайте промотаем петь я душный реплей нашел конечно о моисей начал карту контролить я просто думал что зеркала гондора будет интересно смотреть новость командира хватит мужества выполнить волю в ладейке это три плей больше похож на какой то аутизм икс 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 иааааах ахренеть они настолько херели они умерли но еще не поняли этого а тут не получится там лидерка И он икс прожал. А где гендов? Окей, девятый левел. Всегда прожимайте икс лучниками, когда призывают орлов. В этой игре есть один. Но это не баг, а одна неприятная механика. Когда юнит падает на землю, то агр ваших юнитов с него сбивается. Допустим, вот вы бьете героя, ваш Бормер его отбросил, ваши лучники перестали по нему стрелять. Вам нужно кликнуть снова. К чему я это говорю? Орлы спавнятся в воздухе и затем опускаются вниз. Игра считает, что они упали. Ну, по сути, так и есть. И, допустим, вы думаете, у меня огромная пачка. То есть та пачка лучников, которая была у Шаха. Один залп и орел умирает. По факту. Но, допустим, он кликнет, орел опускается, они перестают стрелять. Они даже не будут стрелять, потому что он сразу опускается. И они тупят. Из-за чего он начинает махать своими мерзкими крылышками и всех убивает. Поэтому нужно прожимать икс. Вот. Такие дела. Почему твои песни не годятся для моих чертов? И по-прежнему держу в курсе. Копейщиков нет. О, да. Меня сейчас начнет трясти. Как же легко Шах мог победить. Ну, парочки отрядов конницы, конечно, уже не хватит. Тут слишком много лучников. Но, тем не менее. Так, это у нас Моисей, верно? Ну, 25-ка Рохана. Все, можно заканчивать игру. Это победа. Но у Шаха есть тоже. Неужели впервые за весь матч он использует конницу? И Рохан явится. На лучников, бро. На лучников. И ты сможешь... И ты сможешь заультить. Ну, что? Сейчас крепость упадет. Он крысить едет. А что делать с этой? Что делать с этой крепой, бро? Успел. Но смысл? Я не отдам его отмщание. Теперь, если Гендальф приедет, они за секунду его убьют. Потому что никаких войск нет. Ничего нет. Он не отвлечется ни на что. Гендальф сдохнет. Но... Гендальф не будет подъезжать. Он сейчас, походу, еще здесь сдохнет. Левый фланг закрыт. На правом фланге... Это не тот рабочий. Все. Шахт проиграл. И... Мертвецы. Я ранен. Я ранен. А где последнее здание? Все. Шахт потерпел поражение. Я, кажется, кота забыл показать в начале. Вот он. В принципе, у него такое же выражение, как и у меня было весь матч. Что за хуйню вы залили на форум? Как это вообще... Как это вообще можно называть реплеем? Всем пока.